Привет, дорогие друзья, как известно, патриарх Иерусалимский Теофил не встретился с Порошенко, он отказался встречаться, и об этом многие сейчас говорят, и говорят по той ей причине, по иной причине, может быть из-за этого, а может быть вот из-за того, а я думаю, что мы знаем из-за чего. Ну, во-первых, по версии самых честных в мире, во вселенной украинских СМИ, он не встретился, потому что заболел, захворал, хворь приключилась, ой, тяжелая, и вот уже, что мне нравится, религиозная правда, правда, сейчас в тяжелом состоянии, в Тель-Авиве, о, обозреватель помойка Бродского попал в больницу, попал в больницу патриарх, ой-ой-ой, выживет хоть, я надеюсь, фокус, патриарх в тяжелом состоянии, тяжелое состояние, интерфаксы всякие написали, что он в тяжелом состоянии, вот, попал в больницу, и сейчас в тяжелом состоянии, цензоры всякие про больницу, ТСН в тяжелом состоянии, ну, внезапно он выходит из тяжелого состояния, у него тяжелое состояние сменяется легким, и он встречается с паломниками из Украины, и вполне так, знаете, в то же самое время, когда он должен находиться в больнице, то есть он это делает настолько с вызовом, настолько, как-то, знаете, пренебрежительно, как, вроде бы, плюет в лицо Порошенко. Фу! Также Господь сподобил вас побывать сегодня, например, блаженнейшего патриарха Феофила Иерусалимского, Иоциа Палестина. Мы получили от него благословение, он заверил в том, что молится о мире в нашей стране, в нашей церкви. И вот пока ширится предположение, что бы сие значило. Я думаю, что мы догадались, что сие значит. Моя коллега на это обратила внимание также. Смотрите, на канале Порошенко, причем на официальном канале Порошенко, у него же есть неофициальные каналы Порошенко, и есть официальный, это пятый канал. Официальный также парохобот Кинзер, по-моему, так его звучит фамилия, спрашивают у Виктора Ющенко касательно того, что он имеет информацию, кто-то его информировал, да, дали ему бумажку с информацией. Что это информация? Информация о том, что Тимошенко недавно, вот перед получением Томаса, мешала его получению. Я маю информацию про то, что великая украинская патриотка Юлия Володимировна недавно відвідувала Йерусалим, поїхала висповідатися. Ключевое слово – недавно. Она поїхала в Йерусалим недавно. Ну, дальше он долго расписывает, какая она там вот такая, у нее грехи, все, пятый десятый, это чушь, чушь. Но его волнует вопрос, как же так, как же так, что вот она мешала получению Томаса, ну, если эта информация правдива. Вот, ваша реакция. Ваша реакция на мою информацию. Информацию, которую я получил. Ну, Ющенко болтун. Он не может прямо вот так просто взять и ответить. Он начинает уходить в храмы своей памяти и вспоминает 2010 год. Для меня есть параллель, когда мы говорили после 2010 года с Европой про интенсификацию перемовин и надание ассоциации. Вот, когда мы должны были НАТО, там еще все подряд, я позволю себе промотать этого болтуна до того момента, когда нам станет понятно, о каком времени он говорит и где в это время находилась Тимошенко. Вот в то время, когда он рассказывает про НАТО, Томасы. А тогда еще были великие протесты щодо Тимошенко, яка тогда находилась в тюрьме. Но, одним словом, с Украиной никакого диалога не было. Так, Тимошенко находилась в тюрьме. И протесты были связаны с тем, что Тимошенко находится в тюрьме. То есть, в то время она никому не мешала, кроме тюремщиков, да? Он рассказывает про нынешнее время. И он рассказывает, что когда я был в Иерусалиме летом, то есть вот этим летом, вот тогда вот... Когда я был в Иерусалиме, это, кажется, был червень, возможно, это лепень, это был этого года. Для встречи с патриархом. Мы дважды встречались на протязи, возможно, 22 дней. Вот. Он был летом. И очень часто в ответ от Иерусалимского патриарха он слышал высказывание о том, что Томас это типа политическая тема, да? Вот что он слышал. Я очень часто в ответ от патриарха чую один аргумент. Виктор Ильич, ну это политика. Я снова там аргументую, мне снова повторяю патриарху. Виктор Ильич, это политика. Я начал догадываться, что действительно политическая промывка. Но Кензер парахобот. Ему надо отрабатывать свою зарплату парахоботскую. Поэтому он подбивает Ющенко к определенным фразам. И он говорит, просто я вот не могу понять, как политик может так плевать на интересы государства. Имеется в виду, конечно, Тимошенко. Давай Ющенко. Скажи, Тимошенко. Да, позор ей, заклейми ее. Ющенко, ну давай. А Ющенко не говорит прямо. Он высказывает предположения, базирующиеся на том, что ему патриарх Иерусалимский рассказывал о том, что к нему приезжала Тимошенко. Приезжала вот тоже недавно, перед приездом Ющенко. Речь не идет о каких-то там годах. Вы понимаете, да речь идет об этом лете. Он не знает, настроила Тимошенко патриарха или не настроила. Он высказывает свои предположения. Я понимаете, мне патриарх Иерусалимский в перемовинах, я уже не помню, чи в первых, чи в других, говорил про то, что до него приездила за несколько дней до этого Юлия Владимировна, что она взяла фильм про церковные питания. И максимум, что он может сказать, и что он, собственно, сказал, это то, что по настроению патриарха он может сделать вывод о том, что, возможно, может быть, вполне логично предположить, что это Тимошенко настроила патриарха. Что Томас, мол, это политика. А про настроение, которое я слышал от патриарха, с точки зрения того, что это политическое, я думаю, что оно где-то там связано, далеко ходить там не нужно, чтобы понять, откуда такая аргументация. Но я закончу тем, что... Где-то там оно связано. И тут, конечно же, Порошенковская помойка прямой. Это подхватывает эту тему. Как я уже сказала, вы один из первых подъемли это вопрос. Розкажите, расскажите, немного докладнее, как тогда были перемены, потому что я знаю, что вы не одноразово встречались с патриархом Варфоломием. Кто, возможно, тогда завадил вам? Никто. Никто. Мы прошли дорогу, знаете, за 10 лет мы прошли дорогу. Кто тогда вам мешал? Имеется в виду время правления Ющенко? Ну, может быть, максимум 10-й год. Вот, он уже отошел от дела в 10-м году, но она говорит о преданиях старины глубокой. Им надо рассказать о том, что Тимошенко мешала тогда, когда она еще была премьером. То есть, вот так вот. Я знаю, что вы заявляли про это, что когда вы спілкувалися с патриархом Яруселимским, то один из ключевых политиков, который сейчас играет одну из главных ролей, как бы сказать, завадил, завадил, какие-то шаги сделал для того, чтобы этих перемовин не сталося. Вот расскажите немного больше и докладнее про те события, которые ишлися тут. Опять-таки, тогда происходили события, ключевой политик, там, тра-та-та, он опять тупит, тупорилит, и она тогда его подталкивает к ответу, называя Тимошенко тогдашним премьер-министром. То есть, она разговаривает о годах до 2010 года. То есть, тогдашняя премьерка Юлия Тимошенко, до того, как вы приехали до Яруселимского патриарха, она уже была с ним разговаривала и сказала, чтобы он не хвапился, потому что самая каждая церковь православная... А он говорит так, так. То есть, он не въезжает, да? А на самом деле, она говорит о временах, я не помню, до какого года она была премьер-министром, да? Ну, явно не до 2018-го, знаете ли. Они перекручивают это все и выдают версию о том, что Тимошенко, когда была премьер-министром 10 лет назад, да, мешала получению Томаса. А так бы Томас у нас был. Срочно в номер. Третий президент Украины Виктор Юльченко сьогодні заявил, что, потому что за его президентство, когда он проводил переговоры с представниками поместных православных церков, это ложь, это фейк, потому что он такого не заявлял, конечно же. Ну и, без сомнения, Тимошенко, понимаешь, что уже просто тут передоз, они обращаются к самому Теофилу с просьбой, а объясни-ка нам, что это было? Ты ему такое говорил? Что это вообще? Теофил, не стесняясь в выражениях, называет Ющенко лжецом, лжец. Вы probably heard that some media in Ukraine reported that Yulia Timoshenko met with you this year, and that she asked you to stop grunting after kefali. These are all, all this is a nonsense. I have nothing to do with this, and I totally reject all this, and I deny all these things. I never entered into such problems, such things. We never spoke about such things, and these total lies that were spread there using my name, all those who are behind it, for their own political games and their own interests. So, Ющенко is saying a lie, yes? He is a lie, and I'm very sorry to say that. He should have respected my status, and the fact that I welcome him to the Petriket here. На самом деле, Порошенковская команда и его вонючие СМИ родили скандал, потому что это и есть скандал. Теперь теофил будет относиться к данной стороне, но определенным образом, то есть однозначным образом. При этом они набираются наглости, и шоколадные едут в Израиль, чтобы встретиться с теофилом. Вот уже Порошенковская помощь анонсирует встречу. Главное вопрос, которое там будет подниматься, как можно так х***ть постоянно, как можно своих людей свой, собственно, народ считать за ублюдков, желая поставить Тимошенко, выдавая им откровенную дезинформацию. Но потом теофил подумал и решил со свиньями вообще не разговаривать. Не-не-не, не со свиньями. Со свиньями не разговаривать и пока-пока, Петя, пока, давай, иди к стене плачет. Помолись там за грехи свои тяжкие. Вот так вот. И я думаю, что именно из-за этого он не захотел даже встречаться, потому что, знаете как, не рассыпайте вообще бисер перед свиньями. Потопчут, еще и на вас нападут. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»